здравствуйте это снова я светлана родионова и у меня снова розы я только сказала себе хватит с розами пока и у меня появился вот такой чудесный чудесный букет конечно я не смогу мимо пройти цветы живые писать надо естественно быстро пока не завяли вот у меня такой маленький холстик не очень маленький не очень большой 40 на 25 краска я уже выдвину на моей палитре специально для вас показываю сейчас я напишу это вот раз два три 4 5 6 6 включая черное и белое то есть у меня четыре цвета как мне красный кадмий желтый охра золотистая и я выдавила зеленая зередонова никаких синих розовых ничего больше нет вот таким минимальным количеством краски я хочу написать этот этюд начинаем маленькая кисть нет сначала не маленькая кисть сначала я хочу все-таки взять небольшое количество жидкости вайт спирита и чуть я капну туда масло обычного подсолнечного как вы видите совершенно обычное подсолнечное но стоявшие на подоконнике поэтому оно такое светлое это этикетка желтая масло светлое поверьте так это варить спирит это масло я капаю в масленку и даже не действую вот беру тряпочку и протираю свой холстик чуть-чуть на тряпочке у меня будет золотистая ухра для чего это надо кисть бегать лучше и эти световые части роз по отношению даже вот к этому легкому тону их можно будет поднять сделать рельефно чтобы здесь ничего не оставалось лишнего но в то же время забивались вот те поры вот такой вот подготовленный холст и маленькая сейчас кисть для того чтобы наметить на ней рисунок разрешение ночей не вижу так ту же самую ухру я беру золотистую и буду намечать весь натюрморт сразу 1 стараясь линии вместить все что цветочки многие одинаковые по размеру я сознательно не буду делать их одинаковыми выберу цветки те которые будут покрупнее те которые будут поменьше чтобы разнообразить размер а и все вот 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 Жидко разведенной краской. Да, чтобы краска не мешала мне. Субтитры делал DimaTorzok Красная и зеленая краска у меня сейчас. Смешанно. Начинаю слить просто в силу того, что они самые темные. Больше никак не объясняю почему. Взяла вот такую плоскую кисть как раз для того, чтобы сразу рисовать этот листочек с его прожилками. Вот таким движением. Смешанно. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... но тени теплые поэтому в холод идут те лепестки которые освещены и Продолжение следует... 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 Ну вот, как-то так сложился мой этюд. За эти 50 минут я ни разу не выключала камеру, вы видели его от начала до конца. Ну, может быть, не до конца, потому что какие-то веточки мне хочется еще здесь сделать. Просто у меня сегодня уже нет времени, поэтому свой репортаж я заканчиваю. Веточки, веточки, ну как-то вот так. Сейчас просто здесь очень подвижный красочный слой и тонкие детали сделать тонко не представляется возможным. Как только вот чуть краска сядет, вот это вот можно будет сделать тоненько-тоненько изящно. А что и хотелось бы, конечно, когда у вас розы, когда у меня розы, хочется в них изящества. Ну, как-то так. На этом я с вами прощаюсь. Творческих вам удач. До новых встреч на моем канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok